Аплодисменты Замечательно. Замечательно. Я чувствую, вы обладаете хорошей энергией. А скажите, кто из вас имеет внутренние барьеры или блоки? Да, правильно. Я думаю, они есть почти у всех. Мы все так много работаем над собой, а барьеры все еще встают на нашем пути. И я обнаружила, что в основном они делятся на четыре категории. Критика, сопротивление, страх и чувство вины. Мы работаем с этими четырьмя группами. Именно они препятствуют нам больше всего. А сейчас давайте глубоко вдохнем. Отпустите все ненужные мысли, которые вы принесли с собой. Просто будьте здесь. Если ваши мысли скачут, а глаза следят за тем, что и где происходит, просто отпустите все и сконцентрируйтесь на своем присутствии здесь. Мы пришли сюда, чтобы освободиться от своих блоков. Мы хотим узнать что-то новое, то, чего не знали раньше. Каждый из вас пришел сюда, чтобы что-то изменить в своей жизни. Мы хотим освободиться и отпустить ненужное. Нам совсем не обязательно бороться и испытывать трудности. Мы не должны прислушаться к эху прошлого. Услышав старое эхо, давайте сразу же его отпустим. Мы пришли сюда, чтобы узнать что-то новое. И если каждый из нас сегодня осознает хотя бы одну только идею, которая поможет нам улучшить качество жизни, это будет превосходно. Подумайте только, как было бы замечательно, если бы каждый день мы осознавали хотя бы одну идею, которая помогла бы нам привлечь что-то новое в нашу жизнь. Все, с чем мы работаем, — это понимание, осознание и знание. И нет смысла наказывать себя за то, что мы чего-то не знаем. Лучше использовать эту энергию на познание себя и осознание того, что нам нужно в себе преодолеть. Одна из проблем состоит в том, что многие плохо представляют себе, от чего же нужно освободиться. Мы знаем, чего нет в нашей жизни и знаем, чего хотим, но мы не понимаем, что же мешает нам достичь этого. Сегодня я хочу помочь вам взглянуть на то, что тащит вас назад и мешает жить. Я знаю многое из того, что сдерживает нас, попадает в четыре категории. Критика, сопротивление, страх и чувство вины. Подумайте о стереотипах своего сознания и проблемах, мешающих вам жить. На какие категории они делятся по-вашему? На две или три? Всегда ли это страх или мешает вина? Может быть, сопротивление? Или вы слишком самокритичны? Как вы думаете, каковы барьеры, которые вы должны преодолеть? Как вы уже знаете, наша жизнь всегда отражает наше внутреннее убеждение. И если вы хотите узнать, каковы ваши внутренние убеждения, просто взгляните на свою жизнь. Если вы посмотрите на свое окружение, то увидите, во что вы верите о себе, так как весь наш жизненный опыт отражает наше внутреннее убеждение. Часть нашего жизненного опыта была просто замечательна, что помогает нам легко идти по жизни. А какой-то опыт был очень негативный, устаревший, бессмысленный. Что-то мы познали, когда нам было всего два-три года, и все еще пользуемся этим. Сильнее всего четыре категории блоков, повторю еще раз, это критика, сопротивление, страх и вина. Это они мешают нам жить. Вы наверняка слышали или читали в моих книгах, что любовь к себе — это самая могущественная сила, которой мы обладаем. И тогда все прекрасно, все легко, все идет хорошо. Я не говорю о тщеславии или високомерии, ибо это не любовь, это всегда страх. Я говорю о глубоком уважении, принятии той восхитительно уникальной сущности, которой мы являемся. Маленькие дети знают, как любить себя. Мы все рождены от чистой божественной любви, и нет ни одного ребенка, который бы критиковал свое тело. Никто из них не говорит, «Мои бедра слишком толстые». Вы когда ему слышали, чтобы ребенок сказал такое? Да дети просто радуются, что у них есть тело. Они наслаждаются любовью к себе. Они любят каждый свой пальчик, они любят в себе все. Они обожают себя и смело выражают свои чувства. Когда ребенок счастлив, вы знаете об этом. Но когда он сердится, это известно всей округе. Они никогда не боятся показать людям, что они чувствуют. Они живут здесь и сейчас. Они полны смелости, они прекрасны. Мы все были точно такими же. Будучи очень маленькими, мы были полны смелости, наполнены любовью и обожали себя. Что же случилось, когда мы стали расти? Мы стали слушать других, тех, кто был испуган, критичен, не способен к принятию или тоже испытывал чувство вины. Многие из нас выросли в обществе таких людей. Если вы выросли в семье, где критика считалась нормой, то будете смотреть на все с критической точки зрения. Вы будете критиковать и себя, и других, и не сможете наслаждаться жизнью так, как могли бы. Если вы выросли в семье, где не разрешалось выражать гнев, то вы, скорее всего, боитесь гнева или все время проглатываете его, позволяя поселиться в своем теле. Если вы выросли в семье, где всеми управляло чувство вины, вероятно, и вы будете делать то же самое. Скорее всего, вы будете ходить и все время повторять, «Извините, простите меня». намекая на что-то, и никогда не сможете попросить напрямую, так как это способ панипуляции другими людьми. Это все родительские модели поведения. Очень легко обвинять во всем родителей, детства, окружения, но это лишь останавливает нас в нашем развитии. Мы не можем освободиться от прошлого, если находимся в положении жертвы. А это не приносит пользу, так как вынуждает нас держаться за свои проблемы. Помните, что сейчас вы отвечаете за свою жизнь, и не важно, что говорили родители, что делали с вами другие люди, не важно, чему вы научились в детстве, что действительно имеет значение. Так это ваши мысли и слова в данный момент, так как вы единственный человек, который думает в вашем разуме. Вы выбираете свои мысли. Я могу говорить много хороших слов, но если вы выбираете не прислушиваться к ним, то они не будут работать. Вы всегда ответственны за свои мысли. Это вы создаете свой мир и свою жизнь. Одна из самых сильных аффирмаций, которые вы можете использовать, это «Я люблю и одобряю себя». Когда вы впервые проговорите это, удивительно, что может подняться на поверхность. Но вы начинаете произносить эту аффирмацию, и весь негатив выходит на поверхность сознания. И это великолепно, ибо дает возможность узнать, что же нам мешает. Понимаете, если вы не слышите негативные послания, то и не знаете, что мешает нам быть счастливым. Поэтому, начав повторять аффирмацию «Я люблю и одобряю себя», внимательно прислушивайтесь к своим негативным мыслям, потому что именно они мешают вам. Обнаружив негативные послания, записывайте их. Поймите, что вы нашли сокровище. Именно то, что мешает вам, создает проблемы. Помните, мы сами выбираем свои мысли, и мы можем сделать выбор их изменить. Это всегда наш выбор. А сейчас, пожалуйста, достаньте маленькие зеркала, которые у вас есть. Хорошо. Давайте посмотрим, сможете ли вы посмотреть себе в глаза, ничего не приукрашивая. Проверим, сможете ли вы это сделать. Я хочу, чтобы вы посмотрели себе в глаза и сказали, «Я люблю тебя». «Я люблю и одобряю тебя такой, как ты есть». «Я люблю и одобряю тебя такой, какая ты есть». Начните отмечать, что вы чувствуете. Не оценивайте свои чувства, просто отмечайте. Что происходит? Это чувство радости? Вы чувствуете себя замечательно? Это чувство критики или негатива? Не оценивайте их, просто заметьте, что приходит. Осознайте негативные послания, просто осознайте их и скажите. Спасибо за участие. Поймите, что негативные послания, которые сейчас приходят, это то, что мешает нам любить себя. Но давайте обсудим теперь ваши ощущения. Скажите, какие мысли поднимаются на поверхность? Страх. Так, страх. Кто бы расстроился, если бы вы полюбили себя? Я? Нет, нет, нет. Кто бы расстроился, если бы вы полюбили себя? Мои родители. Так, ваши родители. Которые из них? Оба? Да. Какова была семейная обстановка в вашем детстве? Постоянное осуждение. Ага. Это осуждающая, не принимающая семья. А вы замечательный, смелый человек. Хорошо. Это просто означает, что вам нужно немного больше поработать с прощением. Я думаю, что души некоторых из нас еще очень молодые. Мы приходим сюда, как в детский сад, и тогда наша жизнь очень проста. Есть души более зрелые, у них более серьезные испытания в жизни, подобно выпускникам университета. Но вы справитесь, просто вы выбрали более серьезные задачи для решения в этом воплощении. Я убеждена, что основная наша задача в жизни – научиться любить себя, несмотря ни на что, что говорят или делают окружающие. И это действительно нам нужно сделать. Итак, у вас присутствует критика, осуждение, страх и немного вины. Я всегда считаю, что мы можем быть выше ограничений своих родителей. У них был ограниченный взгляд на жизнь. А вы были хорошим ребенком и запомнили то, чему они вас учили. Многие из нас уверены, что мы плохие, что мы недостаточно хороши. Но мы были идеальными детьми и запомнили именно то, чему учили нас родители. Мы не всегда делаем то, что они говорят, но мы учимся у них. Мы учимся тому, что они делают, и делаем то же самое. Так, хорошо. Ну, кто еще? Ну, вот вы. Я не могу поверить. Мне кажется, работа с зеркалом какой-то нереальной. Нереальной? Я смотрела на себя в зеркало. Это нереально, это притворство. Это нереально. Хорошо, вы делали это упражнение в первый раз? Да. Когда люди первый раз выполняют это упражнение, они испытывают барьеры и сопротивление. Это нормально. Помните, сопротивление – это первый шаг к изменениям. Когда вам кто-то говорит, что нужно измениться, вы очень удивляетесь. Вы возмущаетесь, говорите, мне? Ну уж нет. Если кто-то говорит вам, что для улучшения жизни необходимо прощение, вы можете ответить, кому мне? Я не хочу прощать. Наше сопротивление выходит на поверхность. И это хорошо, так как это первый шаг к изменениям. Кто из вас почувствовал, что это упражнение притворства? Два-три человека. А сколько людей рассердились? Кто расстроился? Много. А вы знаете, что происходит? Когда вы смотрите в зеркало и говорите «я люблю тебя» в первый раз, то маленький ребенок внутри вас плачет. «Да где же ты была все это время? Я же жду тебя!» Появляются волны печали, потому что, скорее всего, вы очень долго отвергали этого ребенка. Так, ну, кто-нибудь еще? Когда я смотрела в зеркало, я почувствовала себя ужасно. А что, что ужасного в вас? Ну, я такая толстая и страшная. Толстая и страшная. Что еще? Помимо этого? Ну, все ужасно. Все страшно. Так много ошибок я сделала в прошлом. Похоже, когда вы были маленькой девочкой, вы пытались выжить самым наилучшим образом. Возможно, вы не чувствовали себя в достаточной безопасности и пытались защитить себя сами. Когда мы предпринимаем меры защиты, то от этого чувствуем себя плохо. Тогда мы уступаем и говорим, «Я никогда не смогу чувствовать себя в безопасности». Я сама была маленькой девочкой и пыталась быть смелой. В дальнейшем чувство опасности всегда приводило к тому, что я полнела. В такие мгновения моя жизнь становилась такой злой и трудной, что я набирала несколько килограмм. Однажды я сказала себе, «Луиза, все, хорошо. Нам надо поработать над этой проблемой. Мы должны осознать, что мы с тобой в безопасности и научиться быть счастливыми прямо здесь и сейчас». Да, я чувствую себя испуганной, очень-очень испуганной. Понятно, это просто чувство внутри вас. Это факт. А вы знаете, чего боитесь? Да. Поделитесь с нами. Я подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Да, это ужасно. Многие из нас прошли через это. Интереснее всего, что сейчас это происходит очень часто на всей планете. Но чтобы выйти из этого страха, нужно пройти через него. И мы должны помнить, что чувства, которые поднимаются на поверхность, это лишь чувства. Мы не проходим этот опыт снова. Вам может помочь медитация для исцеления внутреннего ребенка. Соединитесь с ребенком внутри себя и проведите для него медитацию, в которой он будет в безопасности. Я сама жертва инцеста и придумала очень хорошую медитацию для своего внутреннего ребенка. Я придумала, что у моей девочки есть волшебница крестная, как в сказке «Волшебник изумрудного города». Именно это нравится моей маленькой внутренней девочке. Я знаю, что когда меня нет рядом, рядом с ней ее крестная, и ребенок всегда в безопасности, потому что о ней заботятся. Она живет в дворце с дворецкими, двумя большими собаками и другими вещами, которые приносят ей чувство безопасности. И она знает, что никто, никогда ей снова не может навредить. Она чувствует себя в полной безопасности. И когда я взрослая, смогу обеспечить ее безопасность, я смогу освободиться от этого ужасного опыта. Итак, если вы сможете помочь своему внутреннему ребенку, это здорово поможет вам и сделает жизнь прекрасной. Хорошо. Когда вы смотрите в зеркало, изнутри поднимается то, что есть в вас. Вот почему я люблю работу с зеркалами. Я вам напомню, страх, сопротивление, критика и вина. Вздохните глубоко, будьте горды собой за свою смелость. И, конечно, главная вещь, над которой нужно работать, это прощение. И это трудно для всех, но для некоторых особенно трудно. Иногда, когда это имеет отношение к инцессу, трудно поверить, что другой человек поступал наилучшим образом, со всем пониманием, осознанием и знанием, которое у него было на тот момент. Узнайте как можно больше о трудном детстве этого человека. Это тоже сможет вам помочь. Неважно, как плохо вел себя этот человек, он был рожден чистым ребенком, в чистой любви. Что случилось с ним на длинном пути жизни? Я испытывала гнев к родителям, потом я простила их. Сейчас я бываю очень рада видеться с ними. И они рассказывают мне о себе. И я поняла, как тяжела была их жизнь. И теперь я не могу простить себя за свою реакцию, за то, что было так зла на них. Вы делали все от вас зависящее, чтобы выжить и защитить себя. Теперь, когда поняли, вы можете найти более позитивный для вас путь. Ну, давайте еще поделимся. Я легко сказал, я люблю тебя. Но когда дело дошло до слов, я принимаю тебя таким, каков ты есть, я не мог даже произнести их вслух. Ага, хорошо. Вы увидели, как много в себе не принимаете? Очевидно, так. Это имеет отношение к критике. Но критикуя себя, вы еще больше увязаете. Это держит вас на месте, потому что сегодня вы критикуете себя за то, что критиковали годами. Так? Когда мы поймем, что самокритика не работает, давайте попробуем другую тактику. Давайте одобрять себя такими, как мы есть, прямо здесь и прямо сейчас, для того, чтобы взрастить в себе все самое лучшее. Подумайте о маленьком ребенке. И если вы ругаетесь, кричите, говорите ему, как он безобразен, этот ребенок зажимается. Он будет забитым и тихим. И вы никогда не узнаете, что из него вырастет. Но если начнете любить этого ребенка, хвалите его, говорите, как он замечательный, прямо сейчас, ребенок расцветет. Он раскроет в себе удивительные качества. То же самое и с нами. Скорее всего, вам не нравятся в себе те штампы, которые вы создали для чего-то раньше. Но если будете исходить из любви и принятия себя, то найдете позитивные способы выполнения своих потребностей. Если вы любите себя таким, как есть, то автоматически увидите лучшее в себе. Это не значит, что вы станете лучше. И хотя многие говорят, что хотят стать лучше, это только означает, что вы недостаточно хороши. А именно это чувство «я недостаточно хорош» нам и нужно преодолеть. Мы должны признать, как мы прекрасны. Вспомните, когда вы были маленьким ребенком, то хотели быть любимым и принятым таким, как вы есть. Может быть, вы были испуганы, толстые, не так умны, как ваш брат или сосед, но хотели, чтобы вас все равно любили и принимали, не сравнивая с другими. И это же мы хотим и сейчас. И я гарантирую, что если вы начнете любить и принимать себя таким, как вы есть, многие негативные события исчезнут из вашей жизни. Они вам больше не потребуются. Но если мы самокритичны, нам нужны новые объекты для критики. Итак, будем отрабатывать штамп критики, правильно? Ну, хорошо. Ну, давайте послушаем еще кого-нибудь. Вот вы, пожалуйста. Я много работаю над собой. И мне кажется, что все сферы моей жизни начинают сильно меняться. Замечательно. Вот что происходит, когда мы работаем над собой. Но появляется много страхов. Дело в том, что... Ну, взрослые говорили мне, что чем больше я страдаю, тем больше Бог будет меня любить. Да, да, и чище станете. И в моей семье часто говорили, что многие праведники умирают молодыми. И вам нужно пострадать, чтобы умереть. Да, да, да. А я очень боюсь умереть молодым. Что вы получите, если умрете молодым? Я не знаю, может... Давайте проясним. Это очень важно. Если вы будете страдать и умрете молодым, что вы получите? Безопасность. Я буду чувствовать, что Бог меня как-то защищает. И я в рай попаду. Попадете в рай? Ага, так. Хорошо. А может быть, есть какой-нибудь другой способ попасть туда? Надеюсь. Мы должны всегда помнить одну вещь. Многие люди говорят другим негативные вещи, чтобы манипулировать ими. Они взваливают вину на других, так как это самый легкий способ манипуляции. Если кто-то пытается возложить на вас вину, спросите себя, чего они хотят? Зачем они это делают? И вместо того, чтобы соглашаться, да, это я виноват, это ужасно, спросите, чего они хотят? Вы действительно хотите дать им то, что они от вас хотят, или нет? Многие родители поступают так со своими детьми, так как легче всего манипулировать с их чувством вины. В детстве и с ними поступали точно так же. Многие говорят людям негативные вещи, чтобы составить их почувствовать себя ничтожными. Особенно преуспели в этом церкви. Ведь вы не живете в церкви. Они получают вас ненадолго. И они стараются навязать вам тяжелые проблемы, чтобы держать воспоминовение. Многие церкви поступают так. Но вы уже не маленький ребенок, которого нужно держать во лжи. Вы взрослый, и это вам выбирает, во что сегодня верить. Конечно, вы можете верить во все, что вам навязывают, но это будет вас ограничивать. Трехлетний ребенок был вынужден принимать все, что ему говорили взрослые. Но вы-то уже выросли. Когда у вас будет время, запишите свои негативные мысли. Посмотрите, в чем вы хотите измениться и кем хотите быть. Каждую негативную мысль вы должны изменить на позитивную. И когда мы смотрим в зеркало, негатив поднимается. Ну, а теперь вы. Я чувствую себя уязвимым. Моя любовь к себе такая хрупкая. Я не привык любить себя. Это очень похоже на обращение с новорожденным ребенком. Вы берете его на руки и пугаетесь, не зная, что с ним делать. Вы не знаете, как держать руки, куда положить головку. Это очень похоже. Если вы возьмете младенца на руки и уроните, ему, вероятно, придет конец. Но если вы держите его бережно, когда кормите, любите, этот ребенок вырастет и станет чудесным. Все зависит от того, с чего вы начинаете. Давайте начнем с любви. А что вы чувствуете, когда влюбляетесь? Ведь это здорово, когда ваше сердце трепетно бьется. Любовь к себе – это самая невероятная вещь. Другие могут покинуть вас, но вы-то себя никогда не покинете. Так много людей сражается с любовью к себе. Но любить себя – это просто потрясающе. Доктор Барни Сигл говорит, что любовь исцеляет. Любовь – это сильный стимулятор иммунной системы. Любовь – это самый большой целитель. Когда мы начинаем любить себя такими, какие мы есть, наша жизнь начинает меняться. Удивительно, но нам становятся не нужны болезни. Человеку нужны болезни, чтобы наказывать себя. А когда мы любим себя такими, какие мы есть, нам не нужны болезни, чтобы наказывать себя. То, что мы видели сегодня, – это барьеры на нашем пути. Помните, что это всего лишь мысли, а мысли можно изменить. Работая с зеркалом, глядя себе в глаза, мы осознаем мысль и понимаем, что ее можно изменить. Итак, сопротивление – это когда внутри вас присутствует гнев. Гнев – это нормальная эмоция. Дети выражают его свободно, и вы знаете, когда они сердятся. Но пять минут спустя, их улыбка освещает комнату, так как они живут сейчас, и они выражают себя сейчас. Многие из нас выросли в семьях, где нам не позволяли сердиться. Гнев в семье не воспринимался. Может быть, гневаться мог только один из родителей, а мы проглатывали свой гнев. А проглоченный гнев становится сопротивлением. Сопротивление укореняется в различных частях тела и, в прямом смысле слова, поедает его. Сопротивление превращается в страхи, в опухоли и рак. Рак и опухоли вырастают из сопротивления, которое укоренилось давно, и поедает наше тело. Мы должны осознать, что это именно мы держимся за сопротивление. Никто больше в этом не участвует. Это похоже на то, как будто мы снова и снова прокручиваем в своей голове старое кино. И если мы хотим быть свободными от сопротивления, выйти за его пределы, мы должны подняться над ним. Помните, сопротивление — это только мысль, а мысли можно изменить. Мы думаем, много мрачных мыслей. Нам кажется, что это на века. Но это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. Многие люди спрашивают меня, как любить себя, потому что я все время говорю об этом. И я составила список того, что может помочь нам полюбить себя. Во-первых, прекратите всякую критику. Навсегда перестаньте критиковать. Пообещайте себе, что вы очень постараетесь больше никого не критиковать. Сначала себя, затем и других людей. Вам будет гораздо легче перестать критиковать других, когда вы перестанете критиковать себя. Во-вторых, перестаньте запугивать себя. Как часто вы приводите себя в ужас собственными мыслями? Вы сами вгоняете себя в страх своими собственными мыслями. Никто вокруг вас ничего для этого не делает. Иногда это старое семейное убеждение. Иногда что-то другое. Кто из вас боится землетрясений? А как часто вы пугаете себя этим? Мы находим множество способов, чтобы запугать себя. Когда у вас будет время, составьте список своих страхов. Дайте себе возможность изменить каждый страх на позитивную аффирмацию. Помните, вы всегда ответственны за свои мысли. Одна мысль ничего не изменит. Но мысль похожа на капли воды. Вы капаете и капаете воду на стол. И вначале это незаметно. Но вы продолжаете капать, и стол становится мокрым, на нем появляется лужа, затем появляется пруд, озеро, а потом вы создаете океан. Со своими мыслями мы можем утонуть в океане негатива, а можем плыть по океану жизни. Нам выбирать. Мысли, которые мы выбираем, означают, в какой луже мы стоим. Вода добралась до колен, живота или до подбородка, или еще выше. Что мы делаем с собой? Желая изменить свои мысли, мы можем изменить свой опыт. Неважно, что вы стоите в большой луже негативных мыслей. Вы можете выйти из нее и создать целое озеро позитивных мыслей. Вы можете все изменить, всегда. Итак, вы хотите изменить негативные мысли на позитивные аффирмации или позволите им работать на вас? Я изменила свои мысли, а потом старые мысли опять вернулись ко мне. Я так ничего и не выучила. Да, это один из способов увязнуть к негативе. Вы услышали, какую сильную аффирмацию произнесли сейчас? Я ничего не выучила. Я не подумала, что это была аффирмация. Мы забываем только одно. Мы забываем только одно. Каждая мысль и каждое слово — это аффирмация. И очень многие из них негативны. То, что происходит, это нормальный и естественный процесс. Вы движетесь чуть-чуть вперед, потом чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Это часть практики. Я уверена, что нет ни одной техники, которую можно освоить в совершенстве за 20 минут. У вас есть компьютер? Еще нет. Хорошо, у кого уже есть компьютер? Окей. Вы помните, как было трудно работать на компьютере в первый раз? Я называю свой компьютер волшебником. Когда я изучаю его процессы, он творит чудеса. Когда я не хочу учиться, становлюсь упрямо и расстраиваюсь, он говорит «стоп» и ждет меня. Я могу топать ногами, кричать, плакать, делать что угодно, но ничего не поможет. Здесь просто требуется практика. Я думаю, что большая часть практики подобна обучению работы на компьютере. Вам придется изучить законы и порядок операции. Вам придется выучить, как работает жизнь, какие аффирмации произносить. Это похоже на обвод и вывод информации. Мы все учимся тому, что нужно делать. Мы должны перестать наказывать себя. Мы выучиваем что-то новое, но очень быстро возвращаемся к старому. Это подобно проверке себя. Как вы собираетесь относиться к своим ошибкам? Снова скажете «я ничего не выучила» или успокоите себя и скажете «все в порядке», «давай сделаем это по-новому». Так происходит со многими вещами, которые мы делаем. Мы изучаем что-то и работаем над чем-то. Но как вы узнаете, что проработали материал, если не протестируете себя? Для этого еще раз вызываете старую ситуацию и смотрите на свою реакцию. Если вы бросаете старый опыт, это лишь значит, что вы не выучили урок еще, и вам нужно еще раз поработать над ним. А если вы действуете по-новому, то сдаете экзамен и можете переходить к новому материалу. Может, я вот езжу на машине по 100 миль в день, и на дороге мне часто попадаются неумелые водители. И я пытаюсь говорить себе «будь спокойна, не волнуйся». Окей, вы ездите 100 миль в день. А что вы делаете, чтобы подготовиться к поездке ментально? Ну, я слушаю кассеты. Нет, я говорю о вождении. Что вы создаете и чем привлекаете такие ситуации? Тоже что-то плохое? Неудивительно, что все водители вам мешают или едут медленно. Я давно решила, что не буду расстаяться и портить себе день из-за плохих водителей. Когда я сажусь в машину, я вкладываю в нее любовь. И я знаю, что меня окружают хорошие, компетентные водители. И именно поэтому вокруг меня мало плохих водителей. Они мешают тем, кто грозит им кулаком. Ваша машина – это продолжение вас. А люди вокруг вас – продолжение вашего окружения. Когда вы садитесь утром в машину, пошлите ей любовь и всем, кто окружает вас на дороге. Любую ситуацию в жизни можно рассмотреть так, чтобы она работала на вас. Автомобили и другие приспособления – это продолжение нас самих. когда что-то не ладится, взгляните на себя. Когда-нибудь я напишу книгу о том, как исцелить свою машину. Потому что части машины и органы тела у человека полностью соответствуют. Если что-то поломалось в машине, посмотрите, что в это время происходило в вашей жизни. А как вы узнаете, что простили себя и других? Только потому, как работает моя жизнь. Когда вы по-настоящему любите себя на 100%, все в вашей жизни получается. Если что-то в жизни не работает, значит, это та область, где вы недостаточно любите себя. Вы можете изменить негативные установки «я недостаточно хороша» на аффирмацию «я хороша» именно такая, какая я есть. В начале это может показаться неправдой, ибо если бы это было правдой, вам не пришлось бы произносить аффирмации. Аффирмация – это посадка нового семени в землю, а зернышку требуется время. Потому что ни одно растение не вырастет мгновенно. Зерно нужно прорасти, укорениться, и только после этого появляется первый росток. А потом вам нужно его поливать. И это требует времени. А время зависит от вашего желания. Многие люди проясносят аффирмации по 10 раз на дню и говорят, «Ну, как же так? Я же 10 раз это произнесла, ну и там еще что-то такое». Допустим, что вы произносите аффирмации 10 раз с утра. А что вы делаете в остальное время? Ругаетесь машине? Тогда вы все только портите. Конечно, аффирмации помогают, но о чем вы думаете в остальное время? Нужно наблюдать за своими мыслями. Когда вы пребываете в негативе, отстранитесь немного и спросите себя. Отстранитесь и спросите, «Это критика? Сопротивление? Это страх или вина?» Начните замечать, что вы делаете, вместо того, чтобы наказывать себя. Вы можете сказать, «Мне не нужно это делать, я могу это делать по-другому». Если считаете, что никто вас не любит, произносите аффирмацию, «Моя жизнь наполнена радостью и любовью». Это новое зернышко вначале может казаться странным. А разве семя помидора похоже на помидор? Оно выглядит как семя. Может быть, вы кладете аффирмацию в неподходящую почву? Тогда удобрите ее для аффирмации. Если будете повторять аффирмацию многократно, все изменится. Снова и снова мы увязаем в ограничениях своих родителей, в том, что они делали. Мы забываем, что мы взрослые люди и можем выбирать свои мысли. Иногда люди имеют даже те же самые болезни, что были у их родителей. Хороший ребенок всегда поступает точно так же, как мама и папа. Но сейчас для вас в этом нет необходимости. Многие люди наследственно болеют раком, что абсолютно глупо. Рак не передается по наследству, и он не заразен. Но давайте поговорим о вине большой, тяжелой, которую мы всегда несем. Вина никогда ничего не решает. Если вы считаете, что сделали что-то неправильно, просто перестаньте так поступать. Отпустите это и не ходите с чувством вины. И не пытайтесь манипулировать другими с помощью вины. Не нужно накладывать чувство вины на других. Помните, все, что вы делаете, возвращается назад. Существует четыре важных положения. Что мы отдаем, то и получаем. Не важно, что вы отдаете, вы это же получите назад. Если вы отдаете много негатива, гнева, критики, вины, то подумайте, что будет в вашей жизни. Опыт говорит мне, что она будет наполнена теми же чувствами. А если вы отдаете любовь, радость, похвалу другим людям, это вернется к вам. На физическом уровне вина ищет наказание, а наказание создает боль. Если кто-то страдает от боли, значит, он несет много вины, много застарелой вины. Ну, давайте теперь немного обсудим чувство вины. У меня есть сын средних лет, и я чувствую себя виноватой, хотя работала по вашим книгам, но все равно виню себя. Самоедство это форма нелюбви к себе. Начните с любви к себе. Я смотрю на него и вижу, что была слишком строга к нему. Я сама выросла в ежовых рукавистов. И в детстве я была очень строга к нему, и я вижу, что он вырос зажатым, хотя меньше, чем я в его возрасте. Но я чувствую себя виноватой перед ним. вы делали все, что могли наилучшим образом. Помните, он выбрал вас, матери, прежде, чем пришел сюда, на эту землю. Он знал, что вы сможете дать ему. Он знал свою жизнь наперед и пришел сюда, чтобы вы сделали то, что сделали. Он один должен все преодолеть. вы не можете это за него сделать. Если хотите помочь своему сыну, лучший способ это научиться любить себя. Потому что, если вы это сделаете, тогда все уйдет. Я знаю, но я никак не могу с этим согласиться. Делайте. Делайте вместо того, чтобы в пустую тратить энергию, говоря, мне стыдно за него, за его поступки. Это никому ни в чем не помогает. Это не поможет ни сыну, ни вам. Это делает вас маленько, потому что это тяжкий груз. Не говорите того, что не хотите. Каждый раз, когда появляются старые мысли, скажите себе, нет, я больше не буду так говорить. Теперь я хочу любить себя. Даже если вы ничего больше не будете делать, все начнет меняться. Вы можете не знать, как любить себя, но желайте этого. Да, но я знаю об этом. Я и раньше старалась смотреть в зеркало, и это мне не очень помогло. А сегодня, когда я смотрела в зеркало, возникло чувство, что я какая-то неестественная. Но вы хотите научиться? пытаюсь. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Вы не можете пытаться. Вы или делаете это, или нет. Хотя вы просто желаете. Ваш урок не слушать сына, но меня мучают неприятные боли. боль есть следствие хронического чувства вины. Бессмысленно повторять старые модели поведения. Ваш урок любить себя, а не исцелять сына. Вы пришли на эту планету, чтобы любить себя, а он, чтобы научиться любить себя. И он сделать это за вас не сможет, так как и вы за него не можете сделать. только не говорите, если бы он себя любил, я бы тоже себя любила. Это не работает. Осознавать себя, это замечательно. Когда я пытаюсь говорить с ним, он говорит мне, до свидания. У нас есть, да все прекрасно, у нас есть барьеры, но есть и силы, чтобы преодолеть их. Это любовь, прощения и освобождения от прошлого. Это очень просто. Начните любить себя и пожелайте простить и отпустить прошлое. Это звучит просто, но это и есть просто. Это не всегда легко сделать начать любить себя, но надо начать. так, пожалуйста. Я читал об одной женщине, которая очень следит за тем, что думают другие люди и волнуется по этому поводу. Важно помнить, что наши мысли уходят, а потом возвращаются. Они всегда соединяются с одинаково настроенными людьми. с такими людьми. Каждый раз, когда вы возмущаетесь, ваши мысли соединяются с теми, кто возмущается. Когда боитесь, мысли соединяются с людьми, наполненными страхом. То же самое происходит с критикой, осуждением, предубеждениями. Ваши мысли соединяются с людьми, настроенными подобным образом. С другой стороны, во время медитации вы соединяетесь с медитирующими людьми. Когда вы визуализируете исцеление своего тела, вы связываетесь с людьми, делающими то же самое. Каждый раз, когда вы пытаетесь исцелить планету, вы связываетесь с подобными людьми. людей, которые хотят помог защитить планету. Подумайте, с какими людьми вы хотите быть связанными. Наша планета сейчас находится в очень хрупком балансе. Существует ядерное оружие, озоновые дыры и многие другие опасности. Мы можем или разрушить планету, или помочь ее исцелению. Если вы будете по две минуты в день визуализировать исцеление планеты, то будете отправлять позитивную энергию и соединяться с другими людьми, делающими то же самое. Мы можем разрушить планету, свои тела, а можем исцелить себя, все общество, весь мир. Это нам решать. и все начинается прямо здесь. Некоторые люди очень активны в исцелении Земли, и это замечательно. Но каждый из нас силой своих мыслей может помочь в исцелении планеты. Я бы каждому посоветовала хотя бы одну минуту в день после завершения медитации и аффирмаций посылать любовь в Земле. выберите место, которое вам хотелось бы исцелить. Это могут быть удаленные экзотические места, Никарагуа, Сибири, а может быть, местечко совсем рядом с тем, где вы живете. Скажите себе, это мое место, и я могу его исцелить. хотя бы один раз в день вы можете посылать туда любовь по 3-4 минуты, или хотя бы думать позитивно об этом месте. Представьте, что люди там счастливы, наполнены миром и покоем, хорошо питаются, и все замечательно. Вы можете помочь избавлению от спида. Хотя бы на мгновение представьте, как вы смотрите по телевизору, слышите по радио, или читайте в журнале о том, что нашли лекарство от спида. У нас есть невообразимая сила, мы невероятно могущественны, и мы учимся управлять этой силой, учимся отправлять позитивные мысли и получать их обратно при умножении. Хорошо, пожалуйста, мне очень важно то, что вы говорите о визуализации. Я пыталась использовать ее, чтобы вылечить рак, но мне кажется, что я что-то делаю неверное. А не могли бы вы поделиться, как вы визуализируете? Ну, я стараюсь представить картинку, как редкие убийцы уничтожают рак в моем теле. Но когда я визуализирую, я всегда расстраиваюсь, когда это делаю. Что-то в вашей жизни говорит, что вы делаете это неверно? А вы убийца по натуре? Нет. Ну, тогда я предлагаю изменить образы визуализации. Если вы используете клетки убийцы, а сами по натуре не можете убить и таракана, это не срабатывает. Когда у меня был рак, я представляла прохладную чистую воду, вымывающую болезни из моего тела. И вы можете представить, как что-то мягкое, не задевая вас на другом уровне, с любовью вымывает рак. Представьте что-то, что не так агрессивно. но тут вы еще имеете дело с сомнением. А кто из вас сомневается? Я расскажу вам о нем. Это не то, что вы привыкли думать о сомнении. Вот здесь находится ваше подсознание. Каждое послание с раннего детства вы отправляли сюда. И когда вы что-то думаете, послания идут под сознанием. А там, представьте себе. Специальные работники раскладывают их по файлам. И очень долго они дополняли файлы информацией. И они очень хороши. Я никогда этого не смогу. Я все делаю не так. так. Что совершенно не соответствовало вашему представлению о себе. И вдруг внезапно вы говорите «Я замечательна, я люблю себя». Эти послания идут под сознание. Но работники не знают, в какой файл их положить. Что это такое? Мы этого никогда еще не видели. тогда они зовут на помощь сомнения. Эй, сомнения, иди сюда, разберись, что здесь происходит. Сомнение берет ваше послание, приходит к вам и спрашивает «Что это такое? Что это за послание?» И вы можете отреагировать двумя способами. «О, нет, это неверно, я плохая, я сожалею». И тогда вы возвращаетесь к привычному образу мышления. Или вы перестаете относиться к сомнению как врагу. Вы можете развеять эти сомнения и сказать «Спасибо за участие». Не рассматривайте сомнения как врага. Это друг, посланец. Скажите сомнению «Спасибо, но то были старые послания, а это новое». И таких посланий будет еще очень много, так что создай для них специальный каталог. Если относиться к сомнению подобным образом, оно станет вашим другом. Нам нужно изменить свое мышление, нашу реальность. Мы можем изменить свои мысли, и это изменит наш опыт. Давайте помнить, что жизнь — это радость. Сделайте это своим законом. Жизнь — это радость. Вы должны поверить в это и сказать себе «Я в безопасности, я люблю и любима, я люблю и любима». Давайте узнаем, что простить это легко. Давайте поверим, что мы обладаем прекрасным здоровьем, прекрасным здоровьем, и мы процветаем, где бы мы ни были, и все хорошо в нашем мире. все уже хорошо. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо, что вы есть. субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok.